Слушайте радио Болткома 20 тонн углекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется Открыть ящик Пандоры Всем доброе утро Начинается программа Климат-контроль И с нами на прямой связи Ученый, журналист, пишущий о науке Морской геолог Константин Рангс Константин, здравствуйте Добрый день Телефоны 67212-93-9 67213-93-9 Номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1 Все как-то вот нас пугают По холоданиям Хотя вот Как будто бы последние два дня Были очень солнечные, теплые Сегодня даже обещают до плюс 15 градусов Не хочется просто верить в возвращение зимы Вот насколько эти прогнозы Действительно имеют под собой основания Ну, прежде всего Это ничто не вечно под луной И антициклон Который долгое время создавал нам Вот такую погоду Он потихонечку разрушается Давление начинает падать И к нам прорываются С севера-запада Один за другим Два мощных циклона Которые как раз и принесут Холодный воздух Они принесут осадки Причем осадки могут быть Как в виде дождя Так и в виде мокрого снега Будет понижение температуры Ниже нуля И о чем нужно будет говорить Это о том, что вполне возможный гололед Очень возможен гололед И это означает, что те водители Которые не поторопились Менять резину на летнюю Они поступили достаточно мудро То есть в принципе Вполне возможно, что впереди нас ждет ситуация Когда еще придется грести по снегу А по утру у нас будут обледенелые дороги Так что к этому нужно готовиться В общем-то прогноз, конечно, такой довольно грустный Нам уже как-то понравилось Что у нас в марте месяце тепло и солнечно Это понравилось природе Вот видно, как многие цветочки уже стали прорезаться Я даже видел, крокусы начали выглядывать Но все равно, как говорится, природа играет в свои собственные игры И мы должны быть готовы Тем более, что приход циклона Может сопровождаться сильным ветром Не ураганом, но сильным ветром А с учетом того, что будет сухо Вполне возможно явление, напоминающее пыльную бурю Ну и, конечно, не как в Африке Но пылить будет здорово Еще, кстати, вариант такой Если у вас в машине вы на зиму убрали фильтр салонный То самое время сегодня его поставить назад Потому что иначе система обдува у вас будет засасывать эту пылищу в салон А, ну вам это надо? Надолго ли вернутся холода? Какие прогнозы? Ой, там два циклона, один за другой идет И по этой причине, в общем-то, есть основания полагать Что это будет... Ну, во всяком случае, в следующую пятницу тоже будет, в общем-то, такая не очень хорошая погода И вполне возможно, что на две недели прогноз точно будет такой вот ветренно, дождливо, снежно и с провалами по температуре Тут видите еще какой момент Дело все в том, что с другой стороны как раз мы наблюдаем действия Азорского антициклона Который как бы подпирает с юга зоной высокого давления И циклоны как раз катятся к нам Так что вот у нас будет такая достаточно неприятная погода Но надо сказать, что то, что у немцев, например, хорошая погода Их все меньше и меньше и меньше радует Почему? Потому что уже вырастает засуха Помните, мы говорили, Олег, несколько раз, еще месяц назад говорили, даже, по-моему, раньше О том, что засуха вполне такая солидная Есть в Португалии, в Испании, на юге Франции А вот сейчас уже речь идет о том, что это вообще во Франции и в Германии И эта засуха, она препятствует началу посевных кампаний Вообще это очень плохо А с учетом того, что сейчас у нас как бы повсеместный назревает дефицит многих продуктов Мы тоже об этом говорили В частности, в связи с тем, что полностью сорвана посевная кампания в Украине Непонятно, как будут вестись торговли с пшеницей, с Россией Там вообще все стало непонятно А это огромные поставки, которые шли на рынок Европейского Союза Конечно, что-то перехватят другие страны Например, вот Индия в деловой прессе пишет, что вот в этом году Мы можем продать 10 миллионов тонн отличной пшеницы Потому что крупные, но они больше всего смотрят на Ближний Восток Потому что крупные игроки исчезают с рынка Самое время Индии занять их место Но, с другой стороны, те же индийские скептики говорят о том Что, ну ладно, этот урожай у нас удачный будет А что будет дальше, может быть, у нас у самих будет засуха Поэтому Всемирная Продовольственная Организация смотрит на ситуацию чрезвычайно мрачно Что же делать? Да, и вот засуха в Европе, она тут совсем не к месту Сейчас были бы в Европе очень полезны дожди И именно поэтому, например, то, что дожди пройдут у нас В принципе, это хорошо То есть, может быть, для обычного, ну скажем, для обывателя Дождик это повод поворчать, что нужно взять с собой зонтик А с другой стороны, для сельского хозяйства это очень полезная штука Ну, конечно, сейчас же все растения, которые начнут пробуждаться Они же строят свой организм, высасывая углекислый газ из атмосферы И воду из почвы Ну, а солнечный свет, понятно И таким образом нет воды, нету и роста С чего бы им расти? А нету роста в это время, значит, его нормального не будет и позже Поэтому сейчас как раз вот осадки Причем даже вот эти небольшие минуса, они не так страшны Это как бы естественное явление Вспомните, в конце марта, начале апреля обычно всегда выпадал снежок Вот это как бы, к этому надо относиться совершенно спокойно И для природы это совершенно нормальное явление в наших широтах Но я, кстати, помню, вот Facebook обычно всегда дает возможность посмотреть на фотографии, которые ты постил сколько-то лет назад Я очень хорошо помню, что в середине марта на всех фотографиях там буквально лежит слой еще снега Так что то, что у нас в этом году так рано снег сошел, это, в принципе, скорее исключение, наверное, исправил Ну да, но, в принципе, вот то, что сейчас он сойти сошел, а сейчас у нас будет влага Все-таки какая-никакая должна поступить, это будет хорошо Плохо, если будет пасмурная погода, будет ветер сильный, да Низкие температуры, а дождей не будет и снега Вот это плохо Но есть надежда, что осадки все-таки будут И таким образом земля надлежащим образом увлажнится А сейчас я хочу сказать, что в этом году вопросом самообеспечения продуктами питания, в том числе в Европе, она становится очень важной, очень серьезной О ней постоянно говорят Другое дело, что об этом мало говорят журналисты Потому что тема такая, как говорится, народ-то в основном действительно в городах живет Но я вот сразу вспоминаю, как раз-таки скорее это ассоциируется с советскими временами Когда люди старались обеспечить себя, зная, что будет дефицит Ну может возникать дефицит продуктов периодически Советский человек был готов к таким испытаниям И всегда вот эти подсобные какие-то приусадебные хозяйства, огородики, они очень сильно выручали Хотя вот с приходом, ну уже там в 90-е, в нулевые годы, как будто бы это смотрелось архаично И молодые люди уже подсмеивались над пожилыми родителями, которые что-то начинали весной обязательно выращивать рассаду Сначала на подоконнике рассаду, потом с этой рассадой отправлялись на приусадебный участок, ее сажали И говорили, господи, дошел до магазина, что там возиться, столько нужно возиться Дошел до магазина, все купил, что тебе надо, все в магазине есть Вот пытались переубедить родителей Но это уже те, эти, так скажем, переубеждальщики, они уже тоже совершенно не в европейском тренде Это тот самый тренд, знаете, когда вот дети дефицита, да, вот появилась возможность все купить в магазине Вот что там что-то делать, вот все в магазине есть Но вот сейчас современное молодое поколение, европейское берем, да Оно же как раз к этому относится с большим вниманием Потому что это, как сказать, экологический тренд, с одной стороны С другой стороны, многие говорят о том, что люди должны ездить к еде, а не еда к людям То есть смысл здесь главный в том, что вы покупаете то, что выращено локально, на месте То есть как раз то, что привез вам крестьянин, это хорошо Но еще идеальный вариант, а почему бы не разбить огороды, например, на крыше вашего дома Или, например, где-то поблизости иметь свой какой-то участок Экспериментировать с выращиванием различных, допустим, душистые травы Они вообще дорогие, если так пересчитать, да А если сам вырастил, то получается совсем другая цена Или, например, какие-то интересные корнеплоды попробовать, кусты, ягоды То есть это как раз становится сейчас в таком тренде Об этом говорят уже лет 7-8, если не 10 Но мне кажется, что сейчас как раз стали говорить об этом не только в плане того, что это экологично Что это модно иметь такое все свое А это уже вопрос именно иметь конкретные продукты питания, которыми ты будешь питаться То есть как раз интересно, много ли у нас сейчас в Латвии людей, допустим, живущих в Риге И при этом имеющих свой огородик Раньше это было вполне нормально Вот, например, там, где сейчас район Сканстес, да Там же были огромные городские огороды Площадь была Их были сотни И люди, которые жили, например, на той же нынешней Брибас тогда Ленина Они шли пешочком в эти огороды Там у них было две или по две сотки они или по три сотки И они там стояли обычно две яблони, какой-то крыжовник, крупничка И все, они выращивали в том числе там свою морковку сезонно Большие были люди, которые добивались очень хороших успехов Но затем все эти огороды убрали городские власти И, в принципе, вот это было расчищено под строительство Но вот правильный ли этот курс, учитывая сегодняшние такие настроения Но тут как раз возникает вопрос о том, что нужно ли, например, иметь огромные пустыри А может быть эти пустыри могут быть вполне такими продуктивными площадями Вот почему-то как-то заглохла идея сделать такой огород современный В центре города на месте ледового холма, да Дворца спорта, который снесли Идея-то была, конечно, весьма интересная Тем более современные технологии позволяют делать многоуровневые грядки, например Конечно, там нет смысла выращивать картошку А вот, например, современные технологии выращивания клубники Могли бы быть даже очень востребованы Чтобы местные жители отказались бы ходить и собирать там свою клубничку Разумеется, тут еще можно сказать, что выхлопы двигателей, автомобилей и прочее Но общая тенденция европейская идет в сокращении количества автомобилей в черте города А если будет именно автомобилей, которые используют сгораемое топливо Таким образом, в принципе, воздух становится чище Мы забываем, например, что 30 лет назад машины у нас ходили Используя такое вещество, как тетраэтилсвинец И поэтому говорили, ничего нельзя собирать на обочинах дорог Потому что эти плоды, грибы и там всевозможные Они насыщены свинцом Тетраэтилсвинца у нас в бензине нет уже пару десятилетий точно То есть, собственно, это не означает, что нужно собирать то, что растет по обочине Но, с другой стороны, это говорит, что происходит тенденция очищения среды Хотя, разумеется, городик, например, за пределами города За чертой плотной застройки Он вполне бы мог иметь место И я думаю, что вот в этой теме будут говорить Потому что, например, в тех же самых западноевропейских странах об этом говорят Что для многих людей это может быть средством и отдыха А, с другой стороны, это как раз один из способов, так скажем, получения И уменьшения количества необходимых потребляемых и импортируемых ресурсов Часто импортируемых Вот так построена схема И я хочу сказать, что есть же разные варианты Например, я слышал в Финляндии об идее такого кооператива Когда люди, вступая в такой своеобразный Ну, допустим, пожилые люди старше 15 лет уже тяжело ковыряться Особенно, если ты к этому не привык с детства А ты хочешь получить картошечку хорошую, по хорошей цене Ну, так это можно договориться, допустим, с каким-то кооперативом Или вступить в него Вложить сравнительно небольшую сумму денег И в конце сезона получить картофель, например, не по 70 центов за килограмм А, например, может быть, там за 25-30 центов за килограмм И тебе выгоднее И, с другой стороны, ты будешь точно знать, что вот оно, твое поле Ты в него вложился И вот там работают люди, которые обеспечат тебе урожай И более того, наверняка, если это такой, ну, как бы, условно говоря, совхоз Там есть возможность не каждому человеку тяпкой работать А привлечь технику для того, чтобы это было достаточно быстро все обработано Ну, разумеется, теория машино-тракторных станций, господи, и ровно сто лет Идея-то заключается в том Если у вас огромное поле Допустим, ну, пусть будет тысячу гектар Огромное, большущее поле, да И вот это поле вы разделите на 10 тысяч Или там, допустим, участков То это будет везде Нужно будет кроваться с тяпкой В противном же случае Вы пригоните специальные трактора Со специальными культиваторами Очень быстро это все поле обработаете Это будет гораздо эффективнее Но поскольку вы, как бы, ну, можно по-современному назвать Акционер, пайщик вот этого предприятия, этого кооператива То в таком случае у вас будет какой-то голос Вы можете принимать решение Каким удобрением удобрять будете этот свой участок Или что-то еще То есть это один из вариантов Я не хочу сказать, что это должно Одно отменяет другое Но у людей должен быть выбор И вот сейчас я посмотрел В Европе, они как раз Особенно в Западной Европе Как раз их разговор идет о том Что само вот понятие вот этого Подсобного хозяйства Оно может и трансформироваться В зависимости от конкретных условий Ну просто потому, что Меняются у нас условия Раз меняются у нас условия Мы слишком долго жили В расчете на то, что мы Купим тоже и привезем Оказывается, нет Нужно думать о том, что мы вырастем сами В принципе, по идее Очень хорошо провести и проводить Аудит Сколько у нас есть земель Какие есть земли неиспользованные Какие земли стоят под паром Ведь многие ездили по Латвии И видели огромные поля, на которых растет бурьян Пышным цветом Но эти же поля тоже можно ввести в оборот Может быть, они кому-то и принадлежат Но эти люди не занимаются Так скажем Сельским хозяйством Может быть, есть возможность Легально на какой-то основе Использовать общество эти земли С тем, чтобы повысить Вот эту вот самую Самообеспечиваемость страны Продуктами питания Потому что это все хорошо Вот сейчас мы говорим Над этим можно иронизировать и посмеиваться Но как вот Люди, которые занимаются Обеспечением Международной организации Продовольственной Они как раз не смеются Они говорят о том Что мы сейчас уже подходим В этом году Примерно к 250 миллионам У которых будет голод В той или иной степени Мы об этом говорили Сейчас прогнозы становятся Все хуже и хуже И по этой причине Все больше и больше Внимания К использованию Местных локальных ресурсов Так что В принципе Прогнозы погоды Становятся уже не просто Какой мне одеть сегодня Плащ Брать ли мне с собой Сегодня зонтик Они уже превращаются В вопрос Что мы будем И по какой цене Как будем питаться Допустим Этой осенью Осень Сейчас самое время Подумать Потому что Осень Вот через полгода Это будет конец сентября Самый период Снятия урожая Всего лишь через полгода И вот через полгода Через 180 дней Мы должны будем Уже как говорится Не получилось бы так Что мы схватаемся За голову И говорим Так А что ж мы не купили Там Не запаслись продуктами Но дело все в том Что продуктами вы не можете Никто не может запастись Что называется На жизнь вперед Это можно на несколько дней На неделю Вот если есть свой дом Может быть там на месяц Но через какое-то время Все равно придется Их покупать Где-то добывать Вот тогда Возникает уже вопрос О том что А готова ли вообще Общество и страна В целом К тому что Могут быть Либо недостаток продуктов Либо рост цены Очень большой рост цены И вот это Как говорится О чем идет и речь Когда вот я смотришь На немецкие источники В частности Вот они меня поразили Где были фотографии Зон засухи И прямо говорилось о том Что это Наносит ущерб Безопасности Германии Продовольственной безопасности Германии Так что Как говорится Мы приближаемся Не дай-то бог Но мы приближаемся К ситуации Идеального шторма Когда с одной стороны Идет война С другой стороны Засуха Вот И нужно понять Что Другие Страны Третьего мира Вот на которых Иногда кивают Это Неблаготворительная Организация Они за свой рис Свою чечевицу Сорга Гаалян Они попросят Денег Потребуют денег И денег Так скажем Конвертируемых валют И им самим Им самим Еще может не хватить В принципе Может Вот в том-то и дело В том-то и дело И поэтому Рынки сейчас Довольно напряжены И очень с большим Вниманием Относятся Ко всем прогнозам Погоды И также Большой интерес Вызывают Всевозможные решения Которые могут Позволять Например Выращивать Продукты питания Например Представьте себе Теплицы В теплице Можно уменьшить Испарение От земли И таким образом Как ни странно Теплица Она экономит Влагу То есть Появляются Разговоры Идет Самый разный Причем На всевозможных Уровах И дай бог Чтобы это В этом году Именно К новому Рождеству К новому году Мы уже могли бы Выдохнуть И сказать Что ну Пронесло Все Слава богу Но к сожалению Пока Нельзя сказать Что все так Радужно Поэтому Ну хорошо Подумать Именно надо Сейчас И это касается Не только Даже каждого Конкретного Гражданина Хотя например У того гражданина Нашего Слушателя У которого Есть свой огород Или например Он живет в своем доме В своем участке Ему Он находится В более лучшем положении Чем те У кого Таких вещей Нет Может быть Есть смысл Обратиться В местное самоуправление И поинтересоваться Можно ли Арендовать Например Кусок земли Вам посильный Для того Чтобы начать Выращивать Что-то Из себя А может быть А может быть Нашим Как раз таки Вот Органам самоуправления Стоило бы задуматься Над тем Чтобы эти участки Ну каким-то образом Давать в аренду На льготных условиях Потому что Тем самым В общем-то Будет полезна И для города Такая инициатива Граждан Ну конечно Во-первых Это будет Очень хорошая Зеленая Экологическая инициатива И во всяком случае При удобном случае В Брюсселе Можно будет Об этом рассказать Во-вторых Это для Нашего Человека Для латвийца Вообще Земля И хозяйство Это то Чем занимались Предки Всего лишь Одно-два Поколения назад Так что Это в общем-то Возвращение К корням А Третий Резон Это в том Что действительно Это полезно Для здоровья В эпоху Всеобщей Гиподинамии Поработать На участке Это тоже Очень-очень хорошо Вообще Как ни крути Это польза Для города И вообще Для страны Но и надо Следить за Теми самыми За пардозами Погоды Спасибо большое Константин Рангс Программа Климат-контроль Ну а кстати Эту тему Вот мы сегодня Еще продолжим С Инарой Шурой Председателем Совета Латвийской Федерации Пищевых Предприятий Так что Я думаю Что тоже Вопросы Такого рода Наверняка Будут затронуты Спасибо большое Всего доброго Хорошего дня И до следующей недели Всего До свидания До свидания Радио Болтком